здравствуйте приветствую вас на youtube канале процветок с вами лаваноз пётр сегодня о чем поговорим о рациональных способах подвязки огурцов ну как бы эта тема не очень актуальна в открытом грунте но в закрытом грунте где малой площади эта тема очень актуальна все мы знаем что огурец по своей природе это тропическое растение тропическое растение которое прикрепляется к разным опорам вот есть усики у него вот эти усики и он цепляется за опорой поднимается наверх как будет теплиться мы таких условиям у него создать свободного роста мы его подвязываем как подвязать огурец на способы есть разные кто-то конечно мучается ставит колышки и колышку постепенно через каждые 15-20 сантиметров подвязывать стебель огурца и так подвязывать подвязывать мучается кто-то там существует щетку например ставить щетку ставить щетка которая для бывших растений и горят сам направляют огурец эту щетку он заплетает заплетается в щетке он как бы держится как бы работы сокращаются но надо понять что щетка больше подходит для открытого грунта в закрытом грунте где нас мало пространства и мы экономим каждый миллиметр нашего пространства нам надо более рациональное способ подвязки на то производстве не откроющая крета уже давным-давно придуманы способы подвязки огурца они известны уже где-то ну полвека если не больше кроме заключаться способ подвязки огурца в теплице значит используется или полипропиленовый шпагат который вот сейчас передо мною вот или вот тащма используется от этого смысле меняется значит внизу огурца мы делаем петлю делаем петлю как бы двойной узел двойной узел и после этого шпагатом то есть мы обкручиваем наш огурец и поднимаем вверх опять же предвижу ваш вопрос но и скажут тот николаевич а как нам пусть огурец по часовой стрелке или против часовой стрелке принципиально по огурцу это не имеет разницы потому что огурец хотя и вьющиеся растения он идет по опорах при помощи усиков поэтому какую вы сторону закручиваете против часовой стрелки или по часовой стрелке это зависит как вам удобнее заключи закручили ваш огурчик он подниматься вверх далее что имеет вверху узел образоваться таким образом что он будет ездить то есть любое растение огурца мы можем подтянуть раз и мы подтянули подтянули растение огурца и оно будет все стоять у нас прямо оно не будет падать вот это уж этот момент момент я покажу и что и что немаловажно при подвязывании растения огурца значит нас вот эти усы они забирают наш урожай каждый ус понижает урожайность примерно 20 процентов поэтому сразу когда мы подключаем огурцы мы эти усы выламываем конечно на малых объемах это можно сделать при помощи ножа на больших объемах это делается руками лица очень просто шелкнули усы оторвали огурца и все потому что он каждое питание идет на рост это уса а он нам не нужен надеюсь это вы тоже поняли и маленький секрет от меня как подвязываться огурцы как вы знаете шпагатами чеплицы бывают разные повыше чеплицы повыше пониже они бывают различных размеров на что мы будем сделаем наши на этом конце мы завязываем леон от растения внизу а потом вытягиваем шпагат значит у нас может полтора и два метра теплица для того чтобы не мучиться мы берем шпагат и потом просто-напросто конец который будем бросать наверх мы зажимаем ножом зажали 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 ножом им потом смело бросаем через нашу опору где мы будем куда будем подвязывать огурцы вот бросили мы поймали этот ножик потом это самое поймали ножик вот и соответственно оставил где-то пол метра от высоты нашей ну или то будь то проволока будь то еще что-то такая опора или будто рейка и отрезаем способ очень удобный кого позволяет экономить шпагат и в то же время каждому растению подобрать нужный нужный размер шпагата испробуй этот способ я знаю что вы навсегда откажетесь и от тех щеток и от кодочку которые ставить вы поймете что огурцы подвязываются очень просто и удобно это раз во вторых осенью когда придет пора уже убирать от планирующие огурцы ну при такой формировке не пристану труду трудности нету отвязали шпагат и вместе дерну и ваш огурчик вместе со шпагатом уже достался от этого грунта поэтому я думаю способ вам понравится ну ты несмотря на его что он старый что он то самое но он уже к вы очень про продуманный способ и обеспечит высокую урожайность огурцов теплицы поэтому возьмите его на вооружение смотрите наш youtube канал ставь ставьте лайки а мы такие забытые старые способы еще повторим на нашем экране удачи вам и хороших урожая